Привет всем выжившим! Итак, если вы смотрите это видео, значит, скорее всего, вы новый игрок Stay Out и не знаете, с чего начать. И вот вы создали персонажа и пережили безумно затянутое обучение. Наконец, игра нам дает возможность делать то, что мы хотим, и первым делом, как мы появились в открытом мире, мы можем подобрать коробку позади нас. После этого, как видите, территория довольно большая, наша задача добраться до станции. Я бы рекомендовал все-таки двигаться по левой стороне. Как видите, там есть значки жителей, которые дают нам задания. Они как раз-таки нас и переведут на другой регион, который нам желательно, конечно, и следовало бы прийти, чтобы получить более мощное оружие, более мощную экипировку. Ну, вы меня поняли. Особое внимание прошу обратить на регион Д6. Это болото. На нем мы будем охотиться на собак и собирать корень аира. Это, пожалуй, самый сложный квест, потому что другим игрокам он также нужен, а при смерти или при убийстве другого игрока, эти самые ресурсы могут из нас выпасть. Или выпасть из другого игрока. В общем, вы меня поняли. Причем, чтобы получить заветный хвост или шкуру собаки, приходится порой убивать аж 10 этих волков, и вам все равно не выпадет то, что вам нужно. Поэтому, да, запаситесь терпением и, пожалуйста, будьте аккуратны. Что же касается навыков, то на деле тут не все так идеально, как кажется. Каждое очко интеллекта, которое мы можем видеть у себя в ветках, оно повышает получаемый опыт на 10%. В итоге, при правильной прокачке мы можем довольно быстро прокачать своего персонажа, изучив практически все навыки, которые там только есть. Поэтому я считаю, что разработчикам следовало бы задуматься об этом. Возможно, объединив все ветки навыков и умений во что-то одно, дав игрокам выбор между бойцом поддержки, медленным, но зато здоровым и сильным, либо медиком, который может быстро бегать, добираться до цели, возможно, заниматься каким-то мирным ремеслом. То есть, либо ты занимаешься одним делом, либо занимаешься другим, но при этом ты нуждаешься тогда в помощи другого игрока, который, возможно, раскачался как-то иначе. Мне кажется, это более разумно, чем то, что есть сейчас. Ну а вы свои предложения можете написать в комментариях. И вот мы появились в Любичи. По сути, ничего не изменилось, мы все так же общаемся с местными жителями, собираем задания, рассматриваем эту локацию. В целом, она довольно интересная, тут много всего. На станции мы можем получить задания на пистолет, также мы можем купить себе патроны, можем купить ножик у бармена. Поэтому, да, побегайте, посмотрите. Также я вам настоятельно рекомендую складывать все, что скопится на склад, потому что, если мы не будем этого делать, это будет с нас рано или поздно выпадать. А неадекватов и конкуренции здесь довольно много, как вы можете догадываться. Михаил Куснирович, который сейчас в комиссии, говорит, ну что мы тут греем воду, да, надо конкретно говорить. Я видел сострадание у многих в глазах, что вот там сидим, увидел конкуренты, я занимаюсь, хрен знает чем, какая-то нагрестная палата. Ну, про хрен знает чем это на их совести, но буквально через два дня о моей общей... Также стоит отметить, что самый, пожалуй, эффективный способ рожиться добром, это лазание по домам и заброшкам. Сейчас многие игроки именно так и делают, порой даже часами, а то и сутками ползая по этажам и... Тут даже не надо отстреливать крыс, ты просто пробегаешь через них, собираешь ту же аптечку, какие-то нужные тебе ресурсы, потом, может быть, лечишься, получаешь за это опыт и собираешь дальше, что найдешь. В принципе, это и вправду довольно эффективно, да и можно найти себе какой-нибудь интересный головной убор, поэтому, да, вы можете попробовать это и сами. Наверное, стоит отметить, что если вы все-таки решили пробегать крыс, то следует, наверное, снять кроссовки, потому что они как раз-таки будут и страдать от укусов крыс. Крысы хоть и не кусают больно, и очень-очень редко вешают яд, но все же это может стать проблемой для ваших кроссовок. К слову, в Любичи вы можете найти шляпника, который может вам дать задание на нахождение чая, который находится в близлежащих домах, напротив. Ну, вы можете, в принципе, обыскивать все дома, которые там будут, и рано или поздно найдете этот чай. За этот самый чай он дает вам вот такую вот интересную кепку, которая одета на моем персонаже. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь, общайтесь с другими, уважайте себя и остальных, и просто отдыхайте, ведь именно для этого игры нужны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!